Девятиклассники Для работы вам потребуется на сегодняшнем уроке периодическая система химических элементов, линейка и карандаш. Девизом нашего занятия будет «Береги учебное время, будь внимателен к советам учителя, и тогда тебе легче будет учиться». Перед вами творение величайшего ученого всех времен и народов Дмитрия Ивановича Менделеева. Если вы внимательно посмотрите на это величайшее научное открытие, то вы наверняка знаете, потому что в третьей четверти вы изучали тему неметаллы, и они занимают верхний угол периодической системы. Но если вы проведете диагональ от водорода к Дармштадтию и сделаете вот такие фигурки, то вы увидите, что это новые для вас химические элементы. 80% всей периодической системы занимают новые химические элементы металлические. Какие же особенности расположения металлов в периодической системе? Как я уже сказал, из 118 химических элементов 96 относятся к металлическим, то есть более 80%. Они расположены во всех периодах, кроме первого, то есть со второго по седьмой. Во всех группах, причем вторая группа полностью состоит из металлических элементов. Они расположены во всех подгруппах, причем побочные подгруппы, B подгруппы, полностью состоят из металлических элементов. Также металлы относятся ко всем четырем семействам. Вы помните, что существует семейство С, П, Д и Ф. Так вот, Д и Ф семейства полностью состоят из металлических элементов. Давайте еще раз закрепим. Металлы расположены во всех периодах, кроме первого, то есть во всех периодах. Расположены во всех группах периодической системы. Причем как в главных подгруппах А, так и в побочных подгруппах Б. И как я уже сказал, подгруппы Б полностью состоят из металлических элементов. Вы помните, что вся периодическая система разукрашена четырьмя цветами. Синий цвет это С элементы, металлические элементы, кроме водорода и гелия. Оранжевый это П семейства. Зеленый и розовый цвет это Д и Ф семейства. Они полностью состоят из металлических элементов. Особенности всех металлических элементов. На внешнем энергетическом уровне у большинства неметаллических элементов один, два или три электрона. То есть данные уровни далеки от завершения. У большинства металлических элементов сравнительно большой атомный радиус. Эти два фактора объясняют, что металлические элементы легко отдают электроны. Чем легче происходит отдача электронов, тем больше металлическая активность химических элементов. В периодической системе по стрелкам увеличивается металлическая активность, способность отдавать электроны, восстановительные свойства, основные свойства оксидов, сила оснований и атомный радиус. По стрелкам в периодической системе. Возьмите, пожалуйста, красный фломастер или красный карандаш, линейку и давайте нарисуем эти стрелки. Вот так и так. Как вы видите, все стрелки двигаются к химическому элементу Франции. Наиболее активный металлический элемент. А теперь давайте посмотрим и решим несколько тестовых заданий. Подобные тестовые задания встречаются в заданиях основного государственного экзамена 2020 года. Металлическая активность какого элемента наибольшая? Давайте вернемся к периодической системе. Натрий, магний, калий, кальций. Из периодической системы вы видите, что согласно стрелкам, наиболее активным химическим элементом будет калий. Ответ В. Калий. Еще одно тестовое задание. Атомный радиус какого элемента наименьший? Давайте обратимся к периодической системе. Кальций, алюминий, магний, калий. И согласно стрелкам, по стрелкам, я вам напомню, увеличивается атомный радиус. А наше задание нужно сделать наоборот. Где атомный радиус наименьший? Соответственно, правильный ответ. Алюминий. Ответ В. Алюминий. Я надеюсь, что подобные задания вы сможете решать в дальнейшем, когда у нас будут контрольные и практические работы. Ну а теперь давайте рассмотрим положение в периодической системе и строение атомов важнейших шести металлических элементов, которые мы будем с вами изучать в последующем. Натрий, калий, магний, кальций, алюминий и железо. Первая строка. Период. Я напомню, что периоды бывают малые и большие. Буквы М обозначены малые периоды, буквой Б обозначены большие периоды. Соответственно, натрий, магний и алюминий расположены в третьем малом периоде. А калий, кальций и железо в четвертом большом периоде. Группы химических элементов, вы видите, они обозначаются римскими цифрами. Натрий, калий – первая группа, магний и кальций – вторая группа, алюминий – третья группа и железо – восьмая группа. Главное отличие элемента железа, что этот металлический элемент расположен в побочной подгруппе, в подгруппе Б. Все остальные расположены в главной подгруппе. Как вы видите, четыре химических элемента – натрий, калий, магний, кальций – относятся к С-семейству. Элемент алюминий, металлический элемент, относится к П-семейству. А металлический элемент железа относится к Д-семейству. Теперь поговорим немножечко о строении атома. Вы помните, что в периодической системе химических элементов в каждой клетке периодической системы есть химический знак элемента и несколько чисел. Верхнее число показывает атомный номер, нижнее число показывает массовое число атома. Так вот, вы наверняка помните, что атомный номер определяет и число электронов на электронной оболочке, и число протонов в атомном ядре. Я вам напомню, что атомный номер обозначается буквой Z. Итак, давайте посмотрим. Число электронов у натрия – 11, у калия – 19, у магния – 12, у кальция – 20, у алюминия – 13 и у железа – 26. Вы помните золотое правило, что атом является нейтральной частицей, и поэтому число электронов на электронной оболочке атома совпадает с числом протонов в атомном ядре данного элемента. Поэтому число протонов у натрия точно так же 11, у калия – 19, у магния – 12, у кальция – 20, у алюминия – 13, у железа – 26. Вы видите, что эти два ряда чисел полностью совпадают. Теперь как же найти число нейтронов? Вы помните, что это разность массового числа А и, соответственно, атомного номера. Из восьмого класса хочу напомнить, что массовое число атома – это точное положительное число. Если вы увидели в периодической системе дробное число, то вы помните, что согласно математических правил вы должны его округлить до целого числа. Если после запятой 0, 1, 2, 3, 4, вы округляете в меньшую сторону. Если после запятой 5, 6, 7, 8, 9, вы округляете в большую сторону. Таким образом, массовое число натрия 23 и 23 минус 11 вы получаете число 12. Массовое число калия 39 минус 19 вы получаете 20. Массовое число магния 24. 24 минус 12 будет 12. Соответственно, у кальция 40 минус 20 будет 20. У алюминия 27 минус 13 – 14. И у железа 56 минус 26 будет 30. У нас осталось всего несколько минут нашего урока. Я хотел бы, чтобы мы с вами закрепили наш материал. Перед вами периодическая система химических элементов. Более 80% в ней составляют металлические элементы. Если быть точнее, 96 из 118. Мне очень хочется вам рассказать о последнем, о 118 химическом элементе. Этот элемент назван в честь величайшего российского ученого Юрия Аганесяна, который сегодня живет и здравствует в подмосковном городе Дубно и работает в исследовательском центре ядерных исследований. И в честь именно этого величайшего ученого был назван данный химический элемент. А вообще, вот в этом маленьком сгустке информационных знаний, вот в этом 6 химических элементов посвящены, связаны с нашей великой Родиной, с Российской Федерацией. Рутений, Менделеевий, Флеровий, Аганессон, Дубний и Московий. Запомнили? До новых встреч. Спасибо. Здравствуйте, 11-классники. Сегодня мы начинаем цикл уроков по химии. И тема нашего первого урока – это обзор неметаллов, свойства неметаллов, окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. С этой темой вы знакомились и ранее, в 8-м классе, в 9-м классе продолжали знакомиться. Ну а сегодня наша цель с вами – это повторить, углубить и закрепить знания по химии, по теме неметаллы. Итак, обратимся к периодической системе Дмитрия Ивановича Менделеева и вспомним положение неметаллических элементов в периодической системе. Ребята, я вам должна напомнить, что на слайдах будет идти параллельно запись, в каких заданиях данные вопросы упоминаются в ЕГЭ. Итак, положение неметаллических элементов в периодической системе. Если мы с вами проведем условную линию от 5 до 85 элемента отбора до остата, то мы с вами будем знать, что в главных подгруппах выше этой условной линии находятся неметаллические элементы. Также мы с вами знаем, что неметаллы имеют определенные особенности строения. И первая особенность – это на внешнем энергетическом уровне у неметаллических элементов находится от 4 до 8 электронов. Исключение составляет водород 1 электрон, гелий 2 электрона, бор 3 электрона. Ну и мы должны с вами сделать вывод, что все неметаллы практически относятся к П-элементам, кроме гелия и водорода. Они также имеют меньший радиус атома, чем металлы того же периода. И также для них характерна более высокая электроотрицательность в сравнении с металлами. Ребята, давайте вспомним основные закономерности изменения неметаллических элементов по периодической системе. Если мы с вами проследим в периодах эти изменения, то скажем, что в периодах слева направо радиус атома уменьшается, электроотрицательность увеличивается. В связи с этим неметаллические свойства и окислительная способность усиливаются. В группах сверху вниз радиус атома увеличивается, электроотрицательность уменьшается, и в связи с этим неметаллические свойства и окислительная способность атомов-неметаллов ослабевают. Обратимся к физическим свойствам и особенностям строения простых веществ-неметаллов. Ребята, эти вопросы встречаются в четвертом задании ЕГЭ. Вспомним, что агрегатное состояние для неметаллов характерно твердое, жидкое и газообразное. В твердом состоянии находятся углерод, кремний, фосфор, серо, йод. Жидким является бром. Давайте вспомним, что это темно-бурая красноватая жидкость. Остальные неметаллы являются газами. Для них характерна ковалентная неполярная связь. Кристаллическая решетка возможна двух видов, ребята, атомная и молекулярная. Обратим внимание, что атомная решетка присуща алмазу, графиту, кремнию, бору, а также черному фосфору. И сделаем вывод, что это вещества в твердом состоянии, и для них характерны высокие температуры плавления. Молекулярная кристаллическая решетка у нас имеется у азота, кислорода, озона, фтора, хлора, инертным газам присуща, бром, йод, сера, белый фосфор. И вещества тоже могут быть как в газообразном, жидком, так и в твердом состоянии. Для веществ в твердом состоянии характерна хрупкость и низкие температуры плавления. Надо отметить, что для неметаллов также характерно такое физическое свойство, как плохая проводимость электричества и теплоты. Наверное, исключение составляет здесь только графит. И причина всего этого, ребята, давайте вспомним, это отсутствие свободных электронов в кристаллической решетке неметаллов. Для неметаллов присуще такое явление, как аллотропия. Вспомним, что такое аллотропия. Аллотропия – это явление существования одного и того же химического элемента в виде нескольких простых веществ. Посмотрите, чем могут отличаться аллотропные модификации. Это различным составом, а также различным строением. Для кислорода возможны две аллотропные модификации – кислород и озон. Для углерода возможны аллотропные модификации – алмаз, графит, фуллерен. У фосфора возможны аллотропные модификации – белый, черный, красный. Сера, возможно, в аллотропных модификациях – кристаллическая и пластическая. Ну что, обратимся к химическим свойствам неметаллов. Ребята, смотрите внимательно. Эти вопросы встречаются в заданиях 6, 9, 30, 32 вариантов ЕГЭ. Итак, химические свойства неметаллов. Ребята, давайте вспомним особенности их строения. Неметаллы содержат на внешнем энергетическом уровне от 4 до 8 электронов. И, конечно же, они стремятся завершить свой внешний энергетический уровень, приобретая устойчивый октет. Поэтому для них наиболее характерна способность принимать электроны, нежели отдавать эти электроны. Химические свойства рассмотрим с двух точек зрения. Это неметаллы как окислители и неметаллы как восстановители. Итак, неметаллы как окислители способны принимать электроны, приобретая отрицательную степень окисления и уходя в низшую отрицательную степень. Смотрим. Первое свойство – это неметаллы проявляют себя как окислители при взаимодействии с металлами. Приведены два примера. это взаимодействие кислорода с кальцием и хлора с железом. Обратите внимание, что кислород уходит в низшую отрицательную степень окисления, минус 2. Также хлор имеет низшую отрицательную степень окисления, минус 1. Надо сказать, что если в данном случае в качестве неметалла мы возьмем водород, то водород реагирует только со щелочными и щелочноземельными металлами. Второе свойство, в котором неметаллы могут проявлять себя как окислители, это при взаимодействии с водородом, потому что водород гораздо более слабый неметалл, чем все остальные. Поэтому мы можем с вами привести в пример реакцию, в которой кислород является более сильным окислителем по сравнению с неметаллом и приобретает низшую отрицательную степень окисления. Аналогично хлор ведет себя по отношению к водороду, и хлор принимает отрицательную степень окисления. Также неметаллы являются окислителями при взаимодействии с неметаллами, имеющими меньшее значение электроотрицательности, и эти свойства, и второе, и третье можно было бы объединить, наверное. Но мы сравниваем с вами разные неметаллы, поэтому привожу в пример вам еще взаимодействие кислорода с серой, и опять мы с вами видим, что кислород приобретает низшую отрицательную степень окисления. Хлор, как не металл, не реагирует непосредственно с кислородом, азотом и углеродом, но способен окислять йод в водном растворе. Ребята, обратите внимание на последнюю реакцию. В результате реакции образуются две кислоты, это соляная кислота или хлороводородная и йодноватая кислота. Посмотрите, в данном случае хлор, является окислителем, и он принимает электроны и приобретает низшую отрицательную степень окисления. При взаимодействии со сложными веществами неметаллы тоже могут проявлять окислительные свойства. И яркий пример таких реакций – это горение сложных веществ в кислороде, хлоре и в торе, как наиболее сильных окислителях. Вам приведены два примера взаимодействия неметаллов со сложными веществами. Посмотрите, первое – это горение сероводорода в кислороде. В данном случае кислород является окислителем и приобретает низшую отрицательную степень окисления. Еще мы с вами вспоминаем, что одни неметаллы являются более сильными окислителями и способны вытеснять другие, более сильные окислители из растворов их солей. Ну и такая реакция, наиболее присущие галогенам, наверное, такие свойства. Вспомним, что чем выше галоген расположен в группе, тем он более сильный окислитель. Смотрим внимательно на реакцию. Калий-йод взаимодействует с бромом и образуется калий-бром и вытесняется йод. Итак, бром более сильный окислитель, чем йод. Давайте вспомним, что фтор, как самый сильный окислитель, не используется в таких реакциях, однако он способен вытеснять кислород из воды и из теплого концентрированного раствора щелочи. Обратите внимание, фтор самый сильный окислитель и он вытесняет кислород. Приводится в пример реакция взаимодействия кислорода с водой и с теплым раствором концентрированной щелочи. Однако, может происходить реакция и с разбавленным и холодным раствором щелочи, поскольку фтор более сильный окислитель. Химические свойства неметаллов как восстановителя. Ребята, давайте вспомним, что по отношению к другим неметаллам неметаллы могут быть восстановителями и отдавать электроны, приобретая положительные степени окисления. При взаимодействии с кислородом, обратите внимание, азот ведет себя как восстановитель, при этом отдает электроны кислороду. Галогены, за исключением фтора, непосредственно с кислородом не взаимодействуют. Кислородные соединения галогенов получаются косвенным путем. При взаимодействии с неметаллами с большей электроотрицательностью, неметаллы с меньшей электроотрицательностью способны отдавать электроны. И следующее свойство, что при взаимодействии со сложными веществами и окислителями могут проявляться свойства неметаллов как восстановитель. Обратите внимание на реакцию фосфора с хлоратом калия, и мы с вами увидим, что фосфор уходит в положительную, высшую положительную степень окисления. Углерод, сера, фосфор и другие неметаллы взаимодействуют с кислотами-окислителями, но эти вопросы будут более подробно рассмотрены на другом уроке, хотя реакции приведены на доске. Наиболее сильные восстановители, используемые в промышленности среди других неметаллов, являются водород и углерод. Ребята, это те свойства, которые вы знаете с восьмого класса. Это взаимодействие неметаллов с оксидами неметаллов и неметаллов. Для неметаллов характерны реакции диспропорционирования, но это более углубленный вариант, и можно посмотреть, что в реакциях диспропорционирования один и тот же неметалл является одновременно как окислителем, так и восстановителем. Наиболее характерно это для галогенов, серы, белого фосфора со щелочами, хлора с водой и с растворами щелочей. Итак, мы подведем с вами некоторые итоги. Давайте вспомним, что неметаллы – это более электроотрицательные элементы, и в соответствии с численными значениями электроотрицательности окислительные способности простых веществ неметаллов увеличиваются, соответственно, в ряду. Фтор – самый типичный неметалл, для которого нехарактерны восстановительные свойства, то есть нехарактерна способность отдавать электроны. Он всегда электроны только принимает. Кислород также сильный окислитель, но в соединениях О-фтор-2 и О-2-фтор-2 кислород проявляет положительную степень, то есть может проявлять свойства восстановителя. Хлор непосредственно с кислородом не взаимодействует, но косвенным путем можно получить его оксиды, в которых хлор будет проявлять различную положительную степень окисления, то есть являться восстановителем. Ребята, подробно свойства неметаллов, а также их общая характеристика рассмотрены в учебнике химии 11 класса в параграфах 36 и 37, соответственно в таблицах 17, 18, 19 и 20. Закрепить полученные знания вам помогут упражнения и тестовые задания после параграфа, а упражнение номер 2 на странице 172 вам поможет подготовиться к ЕГЭ к заданию 32 по химии. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова